Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как всегда, «Археология понедельник» у нас совместно с журналом Forbes и мой соведущий сегодня, шеф-редактор Forbes.ru, Роман Баданин. Добрый вечер, Роман. И, вы знаете, хочу начать с цитаты одной. Не знаю, сможете ли вы определить, откуда она. Утром 31 октября он получил уведомление, что на всю его собственность, включая текущие депозитные счета, наложен арест в связи с обвинительным заключением. Вынесенным судом по делу о недоимке в уплате подоходного налога трехлетней давности. Это было официальное уведомление, оформленное в строгом соответствии с законом, если не считать, что никаких недоимок никогда не существовало, а судебное разбирательство и вовсе не имело места. Если вы думаете, что здесь речь идет о Ходорковском или о Навальном, и это все из вчерашней газеты, вы ошибаетесь. Это цитата из романа «Айн Рэнд», «Атлант расправил плечи». И здесь, собственно, завязка этого романа, речь идет о вымышленном капиталисте, стальном магнате Хэнке Риордане. Вы знаете, я хотел поговорить сегодня о феномене Айн Рэнд. Действительно можно говорить о феномене, потому что я столкнулся с такой для меня достаточно необъяснимой вещью, как популярность, очень большая популярность ее книг в России. Что могу я сказать о себе, то сегодня более-менее выступаю в жанре, по сторонам я не читал, но скажу. То есть я, так скажем, книги Айн Рэнд не осилил. Я в свое время, собственно, жил, знаю, что существует такая, но не особо обращаю внимание. Пока мне некоторые студенты нашей вышки не отрыли глаза, пришли ко мне с горящими глазами и говорят, вот ты знаешь, вы знаете, там такое, там такое, «Надо жить и учиться». Я, собственно, взял книги, вот этот трехтомник Атланта, и, честно говоря, ну, больше там ста страниц я не оселил. Дальше уже листал, в общем-то, понял, в чем там дело, прочитал содержание, прочитал много критики по этому поводу. Но саму книгу не прочел, потому что считаю ее откровенно скучной. И тем не менее, невзирая на то, что это скучная ходульная книга с картонными персонажами, совершенно идеологической подоплекой, она пользуется очень большой популярностью. В Америке, например, по статистике, она является второй после Библии книгой, которая привела к переменам жизни людей. И вот мне хотелось сегодня поговорить об этой самой Библии капитализма, зачем россиянам нужны книги Айн Рэнд. У нас была дискуссия, поскольку у нас здесь сейчас эфир с Форбсом, я публиковал в Форбсе колонку пару месяцев назад, вот так шутливо немножко написал, зачем россиянам вот эта скучная книга. А мне на эту колонку очень серьезно и обоснованно ответили Вадим Новиков и Андрей Бобицкий. И вот Андрей Бобицкий у нас сегодня в гостях, колумнист Форбса, редактор Esquire. Андрей, вот я что хочу спросить, первое и самое главное, почему такое вот квазирелигиозное отношение к книгам Рэнд? Потому что, например, даже вот когда я вот этот свой небольшой наезд на Рэнд опубликовал в Форбсе, там буквально две сотни комментов в течение буквально дня-двух посыпалось, где люди обвиняли меня во всех смертных грехах. Ну, даже я не знаю, насколько мне соглашаться с этим допущением, что оно квазирелигиозное, но, в общем, понятно, что тексты идеологически нагруженные, они вызывают в людях сильные чувства всегда, если люди разделяют эту идеологию, видимо, в большей степени, и совершенно бессмысленно отрицать, что книга Рэнд — это идеологическая книжка. Более того, это некоторые... Это не столько художественное произведение, хотя формально это художественное произведение, сколько большое и подробное описание ее взглядов на жизнь. Ну, тут интересно, наверное, в первую очередь, почему она формирует вокруг себя такую группу своеобразных поклонников именно в России, в общем, российскому капитализму. Еще вопрос, какой это капитализм? Лет 20. Вот, а книжки, дай бог памяти, ну, лет 80. Да, она, по-моему, 35-го где-то года. Нет, 57-го года книжка. А, подождите, вернее, да, это она... Да-да. Ну, вот на этот вопрос у тебя, Андрей Существов. Это же ее последняя книга, она после этого уже художественную литературу не писала. Ну, поглядите, да, вообще надо понимать еще одну важную штуку, что у капитализма действительно есть идеология, что капитализм — это не представление о том, что сильно имеет право над слабым, что это продуктивная и незлобивая, в общем, идеология, которая заставляет людей много работать и гордиться собой, и полноценно жить. Откуда же Маркс возникает с капиталом, если идеология продуктивная и незлобивая? А, ну, Маркс и свои идеологии, в которые я не буду, вероятно, сейчас говорить. Важно, что капитализм в том виде, в котором мы его видим в России, который, конечно, не является капитализмом, а является каким-то... Симулятором. Ну, да, кто-то из моих коллег скажет бандитским этатизмом, кто-то скажет госкапитализмом, чем угодно, но не является настоящим капитализмом. А настоящий где-то существует вообще? Ну, существуют разные приближения, но, безусловно, США гораздо ближе к нему, чем Россия. И более того, даже европейские страны с высокими налогами все равно к нему гораздо ближе, чем Россия, потому что, опять же, капитализм — это история не только и не столько про налоги. Это история про ценности, про правила игры и так далее. Ситуация, когда бизнес в России происходит путем передела ренты и злоупотребления властью, это в первую очередь оскорбление для правых, а не для левых, потому что это... Дискредитация либеральной идеи. Потому что Путин и Россия мимикрируют под правую систему, а не под левую, хотя она, конечно же, не является правой системой ни в каком смысле, и последовательной правой политикой или философ никогда не согласится в ней участвовать. Соответственно, может быть, это желание очистить, дистанцироваться от... А Рент в этом смысле правая идеология? Ну, правая и левая — это условная штука, но... Ну, в западном понимании, в классическом западном. Ну, либертарная, да. Лесефер капитализм. Лесефер капитализм. А в чем, собственно, заключается здесь мораль? Да, лесефер, лесепассе, если даже почитать, скажем, я не знаю, там, Милтона Фридмана, вот его как раз очень часто упрекают в эморализме Фридма, да, такой, так сказать, чикагская школа, чистая функциональность. А в чем тогда Эйн Рент находит мораль в капитализме? Нет, ну, я могу защищать заодно и Милтона Фридмана. Мне кажется, что обвинение Милтона Фридмана в эморализме... Нельзя обвинять Милтона Фридмана в эморализме. Человек, который его читал, знает, что Фридман очень внимательно изучал разные последствия своих идей. Важная штука состоит в том, что человек либертарных взглядов считает, что нельзя делать даже благое дело на деньги, добытые насилием. Это такая этическая часть аргумента. Есть стилитарная часть аргумента, которая состоит в том, что система перераспределения насильственного, она очень легко подвержена паразитическому влиянию частных интересов, лобби и так далее. И современная экономика, ни правая, ни левая, любая, это в принципе учитывает теорию общественного выбора. Соответственно, книга Рент — это в большой степени книга про то, как циничные аморальные люди, используя популистскую риторику за все хорошее... Создают моральные режимы? Нет, занимаются переделом ренты. А, вы имеете в виду, да, это, так сказать... И по-настоящему аморальные деятели в этой картине мира, под которой я готов подписаться с радостью. Это не те, кто создают что-то и пусть даже отказываются делиться. А это те, кто ничего не создает, а прикрываясь демократической процедурой популистской риторикой, отбирает нажитое у других. Хорошо, это то, что вы сейчас говорите, фактически, и то, что ту цитату, которую я сказал в начале, это что, впрямую проецируется на сегодняшнюю Россию? Антиутопия Рент, которая пыталась описать мир социализма своего рода, такой, про фразы Корвеллу, фактически описывает не социализм, а мир современной России? В очень большой степени. Я боюсь как бы тут начать называть имена, но, в общем, мне трудно объяснить все новости, которые более-менее встречаю в газете «Ведомости» или в журнале «Форбс» или в любом другом СМИ, как-нибудь иначе, кроме как тем, что близкие к власти люди занимаются переделом ренты, прикрываясь популистскими лозунгами «Олимпиады», социальной реабилитации «Кавказа», социальной реабилитации жителей Пикалева, я не знаю, социальной ответственностью бизнеса и так далее. Это происходит, есть целые компании, которые построены, собственно, на этом принципе. Я тут не хочу нас подводить под суды, поэтому... Ну, понятно. Я вот еще что хочу спросить. В вашей статье с Вадимом Новиком, может быть, вы даже и не замечали, очень часто встречаются слова «простые люди», «обычные люди». Вот Сейн Рен есть такой парадокс, что ее не любят эксперты и критики ее книги, и наоборот, ее любят читатели. И вот у вас тоже подчеркивается, что вот это именно для простых людей, для обычных людей. Да, это такая риторическая поза, потому что себя не числи простым человеком, честно говоря, я получил удовольствие от чтения книжки. Но тут сложно сказать. Мне просто кажется, что, конечно же, человек, который, как Джон Стюарт Миль в шесть лет читал на древнегреческом и правил, значит, в сносках грамматику своих предшественников, которые, соответственно, в восемь прочитал Хайека и Фридмана, а в десять классику «Теория общественного выбора», там Таллака и Бьюкина, наверное, ему это все не очень актуально. Наверное, он может себе позволить читать безупречно со вкусом написанной книжки. Проблема в том, как мне кажется, что в корпусе книжек, написанных безупречно и со вкусом, существенно недостает, действительно существенно, не в смысле нон-фикшна, а в смысле фикшн, существенно недостает правой повестки. В смысле, есть много великих книжек правых в жанре нон-фикшна, в жанре академическом и так далее. Ну да, от Хайека до того же Фридмана. Ну, они продолжают появляться. Да. И практически нет их в том поле, которое, условно говоря, можно назвать фикшном. И понятно, что это создает огромный спрос, который, я уверен совершенно, я редактор, я уверен, что книга Рент могла бы быть покороче, например. Друзья, про простых людей. Вот мы все с вами согласились. У нас за окном бандитский этотизм, симулякор капитализма, передел ренты. Мы с вами согласились, что книга Рент высмеивает изоповым языком современную Россию и одновременно как бы показывает путь, в общем, правильного развития капитализма. Ну, вы знаете, я был в книжном магазине на станции метро Академика Янгеля. Это очень далеко от Москвы, это от центра Москвы, это там, где живут простые люди. Недавно переизданная книга Рент стоит на самом видном месте. Ее покупают простые люди. Я хочу ответить для себя, для самого на вопрос, что они там ищут. Я сомневаюсь, что речь идет только о том, что люди узнают в этом Россию, улыбаются у себя на диване, читая Рент, и живут дальше. Для этого есть книжки Пелевина, для критики социальной. Нет, для этого есть телевизор даже, в общем, для этого есть даже телевизор. Ну, так скажем, для эстетической критики современности. Сергей попытался ответить на этот вопрос в нашей, в колонке, которую он писал. Он как бы замечает в этом, ну, такой бытовой, то, что он называет социал-дарвинизм. То есть, ну, формирование индивидуализма ради индивидуализма, по большому счету. Человек-человек-волк. В общем, на бытовом уровне каждый менеджер готов этот лозунг принять. И именно поэтому они читают. Они не видят антиутопической стороны этой книги. Мне хочется понять, в чем правда. Проблема в том, что, вообще-то, в истории... Я категорически не согласен с этим, если коротко сказать. Если сказать подлиннее, то, вообще-то, я не очень понимаю... Я не очень понимаю, где можно в книжке Рент найти отношения, которые вот формулируются, формулируются «Человек-человек-волк» или там «Выживает сильнейший». Напротив, в книге Рент все герои, главный Рент, движимы какой-то идеалистической мечты. Это подчеркну, что это очень идеалистическая книжка. Там нет прагматики. А, вот можно я приведу пример. Существует некоторый раздел не только между правыми и левыми, но между еще коллективистскими какими-то идеями, индивидуалистскими. Вот главная коллективистская книга, известная мне, это «Как закалялась сталь». Вот там есть персонаж, который не просто так в себя ведет, а который постоянно это заявляет, что общее благо и высшая цель оправдывает что угодно, что нельзя не жалеть себя, ни себя, никого вокруг для ее достижения. И это как бы самая коллективистская книжка, которую я знаю. Вот Айн Рент находится на другом краю спектра. И идея Рент состоит в том, что напротив, что нельзя предавать себя и нельзя предавать свою личность ради какой-то высокой цели. Соответственно, в этой идее я не вижу никакого дарвинизма, социального дарвинизма, хотя, back to differ, я считаю, что сам термин социальный дарвинизм не очень стройный. Но неважно. Я не вижу в этом идеи выживания сильнейшего. Это, в общем, идея, конечно же, этическая, а не экономическая. Как строить жизнь? Ну, что я писал, я больше имел в виду, что вот эта вся идея просвещенного эгоизма, опоры человека на собственные силы, и то, что наиболее рациональным является то, что человек выживает сам за счет себя, да, и вот это ее знаменитое стейтмент, заявление, да, в речи Джона Галта, что никогда, клянусь, никогда и нигде, так сказать, как там выражается, не буду помогать другому, да, и другой не буду требовать, не буду жертвовать, да, не буду жертвовать в пользу другого, не буду требовать от другого жертвы в пользу себя. Вот это вот мне показалось очень созвучно нашему времени, да, то, что не буду жертвовать ради другого, не буду от другого требовать жертвы. Вот это вот какое-то такое коллективное ощущение московского метро. Вы знаете, я думаю, вернемся сейчас к этой теме после перерыва и подключим наших слушателей. И хочу сейчас озвучить наш телефон студийный, 651099,6, и хотелось бы нам понять, читали ли вы книги Айн Рэнд, если читали, то что вы в них для себя нашли? Нужны ли эти книги в России сегодня? 651099,6, код Москвы 495, мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа археологии, обсуждаем сегодня книги Айн Рэнд, Айн Рэнд, как у нас ее чаще переводят. Почему они так популярны в России? Почему постоянно переиздания этих книг стоят на полках бизнес, причем литературы, как правило, не художественной литературы, а бизнес-литературы, где-то между учебником по маркетингу, или там 100 советов начинающему бизнесмену. 651099,6. Лев на линии. Добрый день. Я хотел бы продверить свое предположение. Вот мне кажется, я в целом почти не читал, только немного, чтобы понять стиль. Я так понимаю, вот, собственно, как ее публицистика написана, так, собственно, и книга написана. Это такие постоянные, маленькие такие уколы в сторону левых идей. И в этом плане вот представляется, что люди читают эту книгу, это такой тип людей, которые удовлетворяют, что ли, сбрасывают, что ли, свой невроз, который у них вызывает такую полную убежденность, что в России им не будет хорошо, да, то есть даже если Россия достаточно высоко пройдет в плане экономического развития, то они никогда не увидят отражения своих ценностей в нашей реальности, и они, мне кажется, сбрасывают свой невроз, и сама книга, вот она как бы тоже в этом плане для них резонансно, что ли, написана, да, вот, постоянно, маленький укол, ведь действительно читать, ну, как вы сказали, неинтересно, да, вот, что находят. Мне кажется, это вот именно это. Интересное, интересное объяснение. Вот тоже хотелось бы понять, собственно, основная публика, которая это читает, вот, потому что, глядя в комментариях в Форбсе на статью, вот, и потом уже, да, вот к вашей статье тоже с Вадимом Новиковым, люди пишут, которые, да, эта книга изменила мою жизнь, я смотрю, очень много менеджеров, люди там, HR-менеджеры и так далее, то есть люди, которые из вот этой вот повседневной офисной битвы, из повседневной офисной жизни, и вот, может быть, для них книга Эйн Рэнд имеет какую-то терапевтическую функцию. Простите, а мы вообще почему-то считаем, что офисная жизнь это битва? Я не знаю, у меня в офисе нет, у меня в офисе жизнь это сплошное удовольствие. Ну, Форбса, мы собрались с счастливыми людьми, да. Мне кажется, это как раз штука, которая, мне кажется, тоже нас в данном случае разделяет, потому что я вообще-то, конечно же, не считаю, что вот я живу в башне Слоновой Кости, а там где-то внизу... Смотрите сериалы все современные, Андрей, вообще про жизнь, про жизнь в российском офисе, эти постоянные подсиживания, эти какие-то сплетни у кулера, это, так сказать, генеральные против финансового. То есть, как я представляю это, я тоже... Я не знаю, если у меня есть выбор верить Рэнт или российским сериалам, то я просто за неимением лучшего поверю Рэнту. 65-10-99-6. Зачем в России книги Эйн Рэнд? Почему в России так популярны книги Эйн Рэнд? Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, знаете, вы правильно сказали, Сергей, про ходульность и, в общем, неинтересность персонажей, и если брать литературу подобного рода, то, конечно, там, предположим, финансист, там драйверы, это гораздо... Ну да, да, да. Понимаете, вообще трилогия. Ну да, и стойк эти там все три, да. Да, 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 разумеется. А Эйн Рэнд просто нужно понять, что у нас же страна крайностей, мы переболели большевизм, и теперь нужно переболеть вот этот вот крайний индивидуализм, который тоже, мне кажется, абсолютно схематичный и к жизни, современной жизни имеет очень мало, скажем так, фактического какого-то отношения, потому что это, конечно, абсолютно идеологизированный, фактически Эйн Рэнд же и обвиняли в том, что она большевик, только, скажем так, другим знаком. А, в общем-то, тот же большевизм, радикализм в своих идеологических, в общем, достаточно примитив. Да, Андрей, очень-очень-очень-очень верно сказали. Собственно, ее даже происхождение, очень часто вот именно такие девушки, они шли либо в революцию, ну вот она оказалась в Америке в Голливуде, случайно выехав по там вызову в 1925 году, а вообще, скажем, богатая дочка, дочка богатого еврейского фабриканта, живущего в Петербурге, сумевшего даже выкупить, да, себе право жить в Петербурге, чтобы преодолеть ценз черту оседлости, очень часто такие шли в революцию. Вот этот вот такой большевистский замес, мне кажется, в Алисе Резенбаум очень четко. Он был не фабрикантом, и большевики у него отняли все, что у него было. И в Голливуд, он, кстати, попал не случайно, но вот мне просто, я спорил бы о биографии, но вот мне как раз принципиально важно, что мне не хочется использовать аргументы от Хомена. Я не очень верю в то, что я должен для того, чтобы понять тысячу страниц разжеванного текста, изучить биографию автора. Там написано больше, чем нужно. И в данном случае контекст нужен для... Бывает полезен, но понятно, что читатели Айн Рент в любом случае этого контекста, как правило, не знают. Ну, для критика это все-таки необходимо, и для читателя текст существует в контексте, мы же не будем воспринимать. Так надо понимать, но опять же, мы можем встать в позицию критиков и делать вид, что мы критики. Для меня это называется именно «Что делать вид?», потому что я не критик. Но я готов договориться, что Атлант это не очень хорошая художественная литература. Но проблема в том, что когда ты читаешь Салман Ружди, которая, безусловно, хорошая художественная литература, ну, вот это красивая сказка. Длинная, красивая. Здесь, да, здесь я хочу подчеркнуть, что мы здесь даже не художественные достоинства этой книги обсуждаем, а феномен ее популярности в России и что ее книги говорят не сколько о самой Айн Рен, да, о ее происхождении, о ее семействе, или об Америке 50-х или 80-х годах, сколько они говорят о современной России. Что книги Айн Рен говорят о современной России? 65, 10, 99 и 6. Александр Викторович. Знаете, я не знаю, как относиться к словам простой народ или непростой народ. Если можно, радио у вас, если включено, выключите, пожалуйста. Ага. Я просто книги, вот о которых мы сейчас говорим, читал в этом году в Испании. Мы там два года были на отдыхе, два месяца были на отдыхе, и я безотрывно прочитал все вот эти книжки, которые у меня на тот период скопились вот в Ридере. Я на пляже это все читал. И вот мне очень близко мнение вашего гостя, ну, который редактор, я не сначала слушаю. Андрей Бабицкий. Да. Вот мне очень близко то, что он говорит, потому что, ну, мне уже много лет, понимаете, я уже давно вышел за ту категорию менеджеров, о которых вы говорите. И вот, еще раз повторю, то удовольствие, которое я испытал от чтения, при том, что я сам кандидат наук и экономикой, занимался профессионально. Так вот, мне кажется, что обаяние этой книги или этих книг в том, что они проецируются на человека, который в своей жизни как-то смог сам, вот несмотря на вот эти социальные такие вот заморочки, добиться того, что ему удалось. И вот когда он читает книги, ему до удовольствия приятно, что он видит, что эта женщина описала то, чем он в жизни руководствовала. Я понял, Александр Викторович, спасибо, спасибо. Слово экономиста. 65-10-99-6. В чем феномен популярности, в чем секрет популярности книг «Айн Рен» в России? Андрей на линии. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Можно маленькую ремарочку? Да. Вот ваш гость выразился так, что большевики все отняли. Да, у отца. Мне кажется, это не совсем корректно выглядит, потому что большевики для себя ничего ни у кого не отнимали. Ну, скорее можно это было бы назвать перераспределением. Ну, понятно, да. Экспроприация экспроприаторов. Уточнение историческое. Тоже не так. Ясно. Хорошо, Андрей, спасибо за уточнение. Такой голос из 25-го года. Да, да, из того самого 25-го года. Ну, вот люди, которые не способны отрицать, что большевики таки отняли собственность у своих сограждан. Вот эти люди в частности считают Айн Рэнд. Друзья, ну, меня не покидает один, в общем, риторический и парадоксальный вопрос. Если мы согласны с тем, что у книжек Айн Рэнд так много поклонников России, что ее читают не только менеджеры, но и пенсионеры-экономисты, что ее читают студенты экономических вузов, что ее читают интеллектуалы и даже просто люди, зашедшие в магазины, почему мы имеем тот квазикапитализм, который мы имеем, если так много людей читают книги, основная мысль которых надежда на собственные силы. Это вопрос риторический, ну, как бы здесь можно говорить о качестве государства и так далее и тому подобное, но, в общем, где эти люди? Ну, да. Они только в комментариях к вашим колонкам. Тут есть грустная часть, как мне кажется, и веселая. Значит, грустная часть для меня грустная. состоит в том, что, как мне кажется, по разным результатам выборов, даже если очистить их от вероятных фальсификаций, в общем, в общем, конечно, мы живем в довольно левой стороне и нет ни одного способа считать, что хотя бы одна из наших четырехпарламентских партий это правая партия. Нет. Да, условно говоря, они, они, как бы, меряются по шкале от левых до беспринципных и, в общем, уже даже левых там немало. Но не суть, но в любом случае они по своей риторике все левые. Вся, как бы, и мы живем в стране довольно левой и с левой публичной политикой, но хорошая новость состоит в том, это как бы чем дальше, тем менее хорошая. То есть сложнее этому радоваться с каждым днем, но при этом мне кажется, что среди там в определенных областях правых людей довольно много и в частности в частности тот факт, что в нашей левой стране там такой маленький государственный долг это некоторое следствие того, что это совсем не благодаря Рент. Да? Да, это благодаря Кудрину. Да, это благодаря Кудрину. Понятно, что право идеи там я вообще не надеялся, что это быстро произойдет, тем более, что все примерно понимают, почему у нас есть какой-то левый рессентимент, значит, и так далее. Но в общем понятно, что это со временем пройдет, а идеи как сказать в некотором смысле прорастают. Идеи просто живучие, чем люди. Вы знаете, я здесь в такой немножко шизофренической ситуации нахожусь, потому что используя книги Айн Рент я пытаюсь понять современную Россию и не могу, потому что с одной стороны я все-таки не хочу откреститься от того, что написал тогда в Форбсе у вас, то, что популярность книг Рент дает людям некую опору или может быть даже оправдание той совершенно фантастической атомизации общества, которая произошла в последние десятилетия. То есть мы вышли из большого коллективистского проекта, который с грохотом рухнул, даже не с грохотом, а просто с пылью какой-то рухнул в 1991 году. Мы очутились в идеологическом вакууме, в котором совершенно пропали какие бы то ни было коллективные ценности. Вплоть до ценности лифта в твоем собственном доме, вплоть до ценности парка, который около дома, там троллейбуса. Нету коллективного ничего общего. Люди совершенно атомизированы. И вот я вижу действительно такое атомизированное общество достаточно дарвинистское, в котором ты сам выживаешь, умри ты завтра, умри ты сегодня, а я завтра. Вот это вот очень во многом определяет транзакции, которые вот ежедневные, повседневные в большом городе происходят. Но с другой стороны то, что о чем вы говорите, да, действительно вроде как получается, что и левая страна, и перераспределение люди хотят, и за Путина голосуют, и корпоративное государство такое квазифашистское у нас складывается. Вот. И хорошо, что там Газпром с нефтью были, с Роснефтью были, и деньги к нам отстегивали. То есть вот я не могу понять, или Россия такая атомизированная, где культ успеха и человек человеку волк, или Россия такая вот сермяжная, вотчинная, общинная. Ну, это какая-то ложная диртомия, потому что надо понимать, что атомизация русского общества случилась при советской власти. И более того, я в большой степени считаю, что атомизация нашего общества это планомерная работа советской власти, потому что истинные коллективные ценности возможны на добровольных началах. И в тот момент, когда единственной коллективной ценностью становится репродуктор на столбе, там, любая мотивация и способность эти коллективные ценности поддерживать сильно уменьшается, и люди демотивированы. Ну, Андрей, ну не только. Я в конце концов вырос в этой системе, я помню себя и без всякого репродуктора на столбе в какой-то момент, понимаете, был проект будущего, да, там был фильм, не знаю, коммунист, да, с урбанским, с героем урбанского, который вот этого ходил, рубил дрова, они рубили дрова. Да, можно сказать, что это какая-то страшная тоталитарная идеология, с другой стороны, это был некий проект будущего и некая большая мотивация. По крайней мере, она была очень сильной моральной подоплёгой. Именно, была подпорка, которая позволяла бы всем чувствовать себя коллективом, но чтобы быть коллективом, как бы невозможно от подпорки, можно быть коллективом, потому что вы друг другу доверяете высокий социальный капитал в обществе. Понятно, что нулевой социальный капитал был в советском обществе. Люди друг другу не доверяли. Это достижение советского общества, а не Гайдара и никого угодно. Конечно же. Ну, в смысле, это может быть достижение ещё там 30-х годов, которое поддерживалось там. Но, ну, тут вот в данном случае я просто не могу согласиться. Мне кажется, что, во-первых, что русское общество диатомизируется, не очень красивое слово, но тем не менее, я-то как раз вижу в этом большом городе довольно много свидетельств к тому, что русское общество как-то пытается собирается, коллективные действия, какие-то осмысленные совершать, долговременно имеющие интерес. Я не знаю, вот вся эта история про наблюдение за выборами, это абсолютно история совершенно не атомизированного общества. Но здесь вопрос, да, в статистической значимости той части общества, которая... Тиражи РЕН сравнимы с той частью и тиражи любой книжки, которая даже бестселлер, которая продаётся в России, это там первые десятки тысяч человек, первые десятки тысяч экземпляров. Вот там понятно, что мы вообще оперируем довольно маленькими цифрами. Давайте ещё раз послушаем про тиражи книжек РЕН почему они такие большие, почему популярны её книги в России. 65, 10, 99 и 6. Виталий на линии. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я часто хожу в магазин книжный, в общем, листаю, листаю, и купил такую книжку РЕН начал читать, но мне жутко скучно стало, потому что это просто даёт, ну почему люди её читают, я понял. Люди читают, потому что это им даёт оправдание их свинскому примитивному состоянию сегодняшнему. Виталий, радио, радио приглушите у вас там сзади. Им дали, они попали в систему, где есть иллюзия, что они что-то могут добиться, что они тоже могут стануть миллионерами или вообще начнут своё дело, и в общем, всё это такая тушка, понимаете, на самом деле это просто они, эта книга оправдывает их вот это современное свинское состояние. То есть это своего рода как сказка о достижении, да, сказка о возможности достижения. Это быть не может, потому что эту систему придумали совсем не такие люди, как они, они сбоку, им крошки перепадают, понимаете, им перепадают крошки, а кто-то создал эту систему, понимаете. Понятно. Я жил в советское время и коллективизм был у меня совершенно добровольным. И когда была высокая идея, то я чувствовал себя прекрасно. Сейчас набить желудок, понимаете, и смотреть вокруг, как набивают желудок, это очень отвратительно. Понятно. Спасибо, Виталий. 65, 10, 99, 6. Секрет популярности книг Айн Рэнд в России. Владимир. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я вот где-то пару лет назад прочитал Атлантом и понял, что на самом деле людям не нужно оправдание, людям нужна модель поведения. У нас фактически сейчас действительно, как вы правильно сказали, фактически отсутствует идеология. А модель поведения нужна. Айн Рэнд дает пусть ходульную, пусть кривую, косую, но все-таки некоторую модель, которая показывает, что, в общем-то, есть хоть какой-то шанс вылезти из общей серии массы, сделать что-то большее, чем... Это модель продуктивна, вы считаете, для современного российского общества? Эта модель необходима. вот я действительно читаю... Например, когда она... Скажем так, эта модель необходима для лечения общества. Нужно обществу все-таки показать, что хотя бы где мы находимся, чтобы что-то менять, нужно прежде всего понять, идентифицировать болезнь. Вот, вы знаете, после вашей статьи в Форпсе, я увидел на фейкбуке у одного из хадов, такую штуку, статья про Атланта и за ней несколько новостей российских. Ну, я сейчас очень не помню конкретные новости, но буквально вот по шагам из книжки. Ну да, это... Кому-то еще с чем-то. Это настолько узнаваемая Россия современная, что мне кажется... Ну да, что это объясняет. Ну да, Владимир, мы с этого и начали. Я, собственно, начал эфир с того, что привел большую цитату из Айн Рэнда, и все это звучало, как дело Ходорковского или Навального, а оказывается, это цитата из Атланта. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Напомню, наш телефон 6510996. Звоните нам и скажите, почему в России популярной книги Айн Рэнд, а мы пока уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология». Сегодня мы ее ведем вместе с Романом Баданином, шеф-редактором Forbes.ru и в гостях у нас Андрей Бабицкий, колумнист Forbes и редактор Esquire. Обсуждаем мы книги Айн Рэнд. Почему они так популярны в России? Вот сейчас переиздание, книги стоят около касс, на видных местах. Что находят люди в ней? Некая идеальная модель, модель, в которой можно достичь успеха, опираясь только на собственные силы? Или видят некую даже социальную критику такого современного воровского бандитского российского капитализма? 65-10-99-6. Ну, а я вот все-таки хотел бы тот вопрос задать, который Роман уже поднял. Вообще, современная Россия это страна индивидуалистов? Это страна победившего социал-дарвинизма? Андрей. Потому что вот это вот, собственно, главная посылка была моей статьи. Я этот вопрос поставил, у меня нет окончательного ответа на нее, но я пытаюсь понять. Понимаете, вот эта вот ужасная разобщенность, которая, опять-таки, она не только снизу идет, она же сверху идет. Посмотрим на демонтаж социального государства. Что происходит с поликлиниками? Что происходит со школьным образованием? Происходит тотальная коммерциализация, маркетизация всего, что есть, культуры и так далее. То есть я вижу даже такое ощущение, что в отношении социальной политики идет абсолютно сознательный такой биологический дарвинизм. Ну, я как можно догадаться из моих каких-то правых убеждений, я всклонен очень различать государство и общество. Что нам интереснее, какое у нас общество или какое у нас государство? Ну, тут с двух сторон надо смотреть, сверху и снизу формируется некая атмосфера, в которой все же, так сказать, мы приходим к тому, что приходится так или иначе платить за школьное образование, кроме базовых предметов. Да, тут при том, что я считаю, что бесплатное образование не может быть в принципе хорошим, но это ладно, я не очень понимаю, в каком месте русское общество может проявить отсутствие своего индивидуализма в ваших терминологиях, кроме как на выборах честных. Вот мы не знаем, честно говоря, власть у нас небытоотчетная и все, что происходит в школах и поликлиниках в большей степени связано с этим фактом. Общество наше, ну, оно очевидно делает прогресс в смысле благотворительности, в смысле самоорганизации, в смысле самых разных вещей. Там недостаточный прогресс, не знаю, но вот прогресс есть и в общем российская история не подсказывает, что когда-то это как-то было все какие-то старые социальные связи выстроенные на личном узнавании, там, то, как жила деревенская Россия, они были разрушены там и демографически, и политически, и как-то разно. Вот как-то они создаются заново. Андрей, я попытаюсь вопрос Сергея переиначить немного про взаимоотношение государства и общества. Вопрос, и он меня беспокоит, нашему государству в том виде, в котором мы его сейчас знаем, выгоднее, интереснее, полезнее, какой гражданин, индивидуалист, начитавшийся рент, или, ну, коллективист, назовем это так, в общем, заединщик. Да, заединщик. Конечно, 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 как мне кажется, нашему государству выгоднее человек, который настаивает на перераспределении, там, существенном, потому что то, чем занимается наше государство, наше государство имеет всю свою ренту с перераспределением. Значит, для, у рент есть, кроме того, что у нее существенное, там, какое-то моральное убеждение, что с государством вроде нашего вообще-то нельзя сотрудничать ни в каком виде, и что это предательство своих идеалов, своей личности и своего интеллекта. Вообще, кстати, центральное место в речи Джона Голдова, длиннющий, затянутый, длиннющий, неважно. Которая написала два года. Да, центральное место в этой речи состоит в том, что вы предаете свой интеллект, а не в том, что вы предаете свои кошельки. Вот, с одной стороны, с другой стороны, понятно, но этим замечательно не только рент, а многие правые мыслители, но там, ну, либертария тем более. Но, в принципе, понятно, что для человека, который как бы принимает идеи рент, государство должно быть маленьким и там, слабым, соответственно, с маленькими экономическими полномочиями. Понятно, что это единственное, чего даже в мелочах не может допустить. Не может допустить. Ну, здесь, да. она власть власть типа Игоря Сечина, который тайком докупает до контроля акций Газпрома. Грубо говоря, книги Рент это некая идеологическая мина под современный российский режим. Так или иначе, что она воспитывает независимого, свободного, успешного человека. Это, я не думаю, что это мина, потому что вообще-то либертарных людей, людей, которые настолько ценят свободу и как бы активно противостоят любому решению государства, их в любой стране мира не очень много. Они всегда, ну, в выраженном виде, всегда в меньшинстве. Другой вопрос, что это довольно громкоголосое меньшинство. Да. Где-то в Америке оно там бывает сильно громкоголосым. Что, что там, как мне кажется, хорошо, хотя, наверное, многие-многие американцы со мной поспорили. Давайте еще раз послушаем наши звонки. Поддерживают люди идеологию Эйн Рент. Как они могут объяснить популярность книг Эйн Рент в Москве? 65-10-99-6. Вадим на линии. Добрый вечер. Да, добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. Знаете, я хотел бы сказать, что я не считаю, что тираж книг Эйрн какой-то большой в нашей стране. Я лично не видел среди своих знакомых и не знаю, чтобы кто-то читал эту книгу, а сам я ее прочел благодаря, кстати, вашему радио. Кто-то из ваших гостей когда-то в какой-то передачи послался на одну из ее книг и мне стало интересно. Но я хотел бы отметить следующее, что в ее книгах я не нахожу, нахожу, точнее, не столько ссылки либо подсек, сравнивающие капиталистические строительства с нашим советским, сколько ссылки на личные качества, на личные воззрения граждан, живущих в том или ином строительстве. Это скорее книга о духе человека. И в Атланте, в частности, мне кажется, возбивается качество стремления духа к свободе в противовес людям, идущим по золу инстинктов, зачастую неблагочестивых и гнусных. Угу, понятно. Ну, то есть, здесь вы видите в любом случае такую сильную моральную составляющую и, возможно, этическую программу, которая в книгах Айн Рэнд заложена. Да, абсолютно. Понятно. Спасибо. Спасибо, Вадим. 65, 10, 99 и 6. Почему в России читают книги Айн Рэнд? Алексей. Да, добрый день. Добрый вечер. Ну, я прочитал эту книгу на самом деле еще только где-то год назад, и для меня было большим удивлением обнаружить в этой книге практически точное описание того, что происходит в России. И именно вот это как раз меня стимулировало дальнейшее чтение. Понятно. если честно, то мне кажется, что это действительно пропаганда самоуважения человека. Я бы так сказал. Хорошо. Спасибо. Спасибо, Алексей. Вы знаете, вот я что хочу спросить, Андрей. Вот я понимаю, так сказать, культа успеха, уважения. А что делать в мире Айн Рэнд человеку неуспешному, не талантливому? Нет, а у нее нет вообще этого обсуждения и разделения. У нее есть убеждение, что каждый должен быть верен себе и своему интеллекту. У кого-то больше интеллектуальных. У нее собраны в этой утопии, в удалении собраны успешные банкиры, предприниматели, люди, которые, так сказать, креаторы, которые способны что-то изобрести. А что делать, что делать с остальными? Люди как-то, в смысле, в том-то и дело, что смысл, большая часть того, что пишет Рэнд, состоит в том, что нет остальных, что любой человек, который живет своим интеллектом и как бы не 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 предает его и не пытается ограбить огрыжающих, а делает свое дело. Вот, например, офисный планктон. Это человек, который абсолютно никому ничего не должен. Он выполняет свое дело и живет правильно. Уже. Просто оттого не бывает благородных и неблагодарных занятий и так далее. Бывает, как пишет Рэнд, как бы, бывает глупость или нежелание следовать собственным принципам. Это для него гораздо более страшное преступление, чем на самом деле все остальное. Ну, я спрашиваю, потому что, мне кажется, опять-таки, сейчас возвращаясь не к Рэнд, а к современной России, у нас очень силен культ успеха и абсолютное отрицание, скажем, невозможности неуспеха, непонятно, что делать человеку неуспешному, потому что, опять-таки, глядя на нашу массовую культуру, на глянцевые издания, на телевизионные сериалы, я вижу созвучие того, вот пытаясь понять, что люди ищут в книгах Эйн Рэнд, вот уже несколько звонивших нам слушателей говорили, да, они видят некую, так сказать, платформу, обоснование, может быть, один человек сказал, Владимир, по-моему, или Вадим, сказка об успехе, который невозможен в жизни, то есть, вот этот вот культ успеха, который к нам пришел последние 20 лет, он очень созвучен. Я, кстати, хочу обратить внимание, что у нас было две категории звонящих, те, кто читал книжку, и те, кто не читал, и те, кто читал, поймите, что в книжке Рэнд реальным образом наиболее последовательные и положительные персонажи на самом деле проигрывают все время. Это не книжка про то, как добиться успеха. Там нет успехов в... Это не селф-хеллбук. В ней нет рецептов, в ней нет... Это исключительно книжка про... Действительно, про какие-то личностные качества и способы жить. И очевидно, что у нее есть хорошие примеры и плохие, и понятно, чем они различаются. Ну вот у нас еще есть один звонок. Надо понять, читал книгу Эйн Рэнд человек или не читал, как, соответственно, к ней относятся. Дмитрий на линии. Алло, здравствуй. Да, добрый вечер. Вы как? Читали, не читали? Читал источник, а мы живые. Атлант вот еще никак руки не дойдут почитать. Но все равно хотел сказать, потому что, мне кажется, источник в плане современной России тоже интересная книжка. То есть вы здесь для вас это, прежде всего, интересно как отражение некий, так сказать, проект, в котором описано то, как может выглядеть современная Россия? Ну нет, мне кажется, Эйн Рэнд немного, ну, может быть, наивно и поляризирует персонажей. Она делит всех на очень, может быть, талантливых, но бесстрастных каких-то фанатиков своего дела и людей более, ну, заинтересованы в каком-то быте более мелкой жизни. Но, мне кажется, что суть в следующем по поводу современной России, она очень хорошо там описывает пагубную привычку к сервилизму, в принципе, к лояльности, особенно хорошо в источнике. И, в принципе, она им и противоставляет какой-то фанатизм и склонность там жертвовать всем ради дела. Может быть, это и как бы не то, не то, что есть в современной России, но, вероятно, это рулевая модель, которая была бы актуальна. Понятно. Ее можно было бы противопоставить культу лоялизма и сервилизма, который у нас, в общем, ну, вы, наверное, понимаете. Ну да, который у нас прошит генетически очень сильно. Ну да, особенно с точки зрения государства, госкорпорации, госслужб. Понятно. Добавлю, что главный герой источника, архитектор, взрывает собственное здание спроектированное из-за того, что условная Моском архитектура его как бы испоганила в процессе. И он не может допустить, чтобы испорченная его идея как бы, как сказать, была реализована криворукими людьми. Андрей, а вот где-то еще, помимо Америки и России, эта книга популярна? Насколько вам известно? Она вообще, вообще довольно популярная в мире книжка. В, там, в, я не знаю, она в некотором степени, конечно, в Америке она популярнее, чем в России, потому что в Америке существует какое-то движение людей, которые там в Америке, да, целое, целое. Это же доставляют с Рентой, называют объективистами, там, используют прилагательное Рэндиан. Памятник Атланту стоит в Нью-Йорке. Да, в этом смысле. А в России я как раз никогда не видел такое, чтобы было. Но, но вообще, да, это мировой бесцельный хрон, точно, и, 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 его продажи, как известно, растут в ответ на какой-то, вот там, после кризиса, когда увеличилось лавинообразно количество распределительной риторики, регуляторной, как бы, Атланта стали покупать больше, потому что, потому что это ответ на риторику, а не на, это идеологическое. Насчет кризиса, да, вот я тоже смотрел динамику продаж, ее издательство Альпина выпустило в 2007 году, и первый год продажи были довольно вялые, и вот после кризиса восьмого года, девянос-девятого года, вверх продажи неожиданно пошли, то есть люди, и в мире, кстати, после 2008 года сильно пошли продажи Айнрэнда вверх. Ну, вот я что здесь пытаюсь понять, это насколько ее реальность, и описанная, она такая типично американская, то есть не реальность описанная, естественно, вот эта антиутопия, а те идеологемы все, все-таки на культе достижения, культе индивидуализма. Там нет культа достижения, там есть индивидуализм, там есть как идея, а культа успеха там нет, в этой книжке, это просто факт. Хорошо, но книжка американская, в самой своей, как бы, идеологической, культурной основе, и для нее же Америка стала землей обетованной, она нашла все то, самореализовавшись, что от чего она бежала. Она всю жизнь воевала с американским скатыванием влево, и... Ну, идеальная Америка, Америка отцов-основателей, Америка как вот это вот, City on a Hill. Нет, этого у нее нет, это антиутопия, она действительно не положена какой-то географии, вот просто антиутопия, там нет Америки, там могло бы быть что угодно, это такая же эстазия, я не знаю, любое выдуманное пространство, и фамилия американцев. Ну, здесь, да, здесь мне просто интересно, насколько секрет популярности, необычайной популярности в Америке, и кто насколько в нашем обществе вот эти вот американские вещи срабатывают или не срабатывают. То, что наше общество в каком-то смысле оказалось, достаточно близким к американскому. В этой книге. Восприятие этой книги. Там государство, как бы, то есть, понятно, что то, что объединяет Рент там с американским, как бы, мейнстримом, это некоторая протестантская этика, да, она, конечно, у тех и других есть, конечно, в России ее не хватает. Ну что ж, наше время, к сожалению, подходит к концу. Вы знаете, я хочу сказать, что в результате и сама Эйн Рент, достаточно, хотя, так сказать, еврейская девочка, жившая в Америке, но в результате она со своей страстью, своим полонеем оказалась очень русской. И восприятие ее книг тоже оказалось очень русским. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Программа «Археология». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова